Это кошка. Вот это же папа у тебя. Ой, все, красиво. Можно класть туда? Постоянную и неразрывную связь с родными участниками СВО поддерживают через теплые и трогательные переписки. В праздники к числу тех, кто помогает и подбадривает добрым словом, подключились и посторонние неравнодушные россияне. Они слали на передовую письма, посылки, подарки. Массово подписывали и отправляли новогодние открытки. Это мы упаковываем носочки, мематогинки и открыточки воина. Узлы Фельдьегерской почтовой связи в праздники напоминали горячий цех. Объем обрабатываемой корреспонденции вырос в несколько раз, поэтому персоналу значительно прибавилось работы. Чтобы отправление гарантированно дошло до адресата, через социальные сети и региональные СМИ, Минобороны страны подготовили разъяснение о порядке отправки такой почты. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я хотела написать мужу письмо. Он ушел от вас в армию. Что мне нужно сделать для этого? В первую очередь правильно указать реквизиты специального единого канала почты России. Индекс 103-400, адрес город Москва-400, номер воинской части. Личный состав только шестого центрального узла в отделе почтовой связи Москва-400 ежедневно обрабатывает сотни писем, адресованных военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы с ценными отправлениями ничего не произошло, их хранят в сухих проветриваемых помещениях. Почту разводят всеми видами транспорта. Авиационным, железнодорожным и автомобильными фельдъегерско-почтовыми маршрутами ежедневно доставляют до места назначения. Если адресат находится неподалеку от линии огня, то и на броневиках. Защитнику Отечества, герою нашего времени, вернитесь живыми и здоровыми. Мы ждем вас с победой. Назначенные в подразделениях воинские почтальоны делают все, чтобы оперативно найти адресат и передать ему весточку, забрать подготовленное ответное послание родным и близким. Время в пути зависит от удаленности региона, куда следует отправление. Но на передовой уже оценили налаженную линию коммуникации. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова. Программа «Город».